Акция «Сиренние победы» прошла в Сиреневом саду Императорского дворца. В ее рамках были высажены полтора десятка сортов этого дерева. Благодаря этому мероприятию, приуроченному к 75-летию Великой Победы, дворцовый сад еще больше будет приближен к своему дореволюционному облику. После окончания строительно-реставрационных работ несколько лет назад возле Императорского дворца уже высадили сирень. Таким образом был восстановлен сад, состоявший из кустарника данного вида. Эта его часть тогда получила название «Нижнего». Очередную серию работ решили приурочить к 75-летию Великой Победы. Правда, нынешняя акция должна была пройти на несколько месяцев раньше. Из-за коронавируса пришлось их сдвигать. Вот эта акция была спланирована у нас на начало весны, когда сирень цвела. К сожалению, перенесли сейчас, но все равно она к месту. Будут посажены именно сорта, которые посвящены и выведены нашими российскими селекционерами в память героев войны. Эти кусты сирени представляют собой группы из 15 сортов, посвященных отечественными селекционерами разных лет, событиям и героям Великой Отечественной войны. Участие в посадке принимали непосредственно ветераны. Таким образом сделан еще один шаг по восстановлению дореволюционного облика окрестностей Тверского императорского дворца, когда здесь тоже была разнообразная растительность. Это удостоверено старыми фотографиями, свидетельствами очевидцев, на которых хорошо видно, что здесь были разрознены группы древовидной сирени, перемежавшиеся с жасмином, ну и другими кустарниками. Учитывая уже существующие и планируемые посадки, коллекция сиреней Дворцового сада составит 122 сорта. Причем временной диапазон их происхождения превысит 200 лет. Ведь такой сорт, как коралл десятый, был выведен еще в начале 19 века.